Здесь мед льется рекой, а запах колбас сводит с ума. В пяти павильонах все достижения народного хозяйства. Свои товары представляют более 1200 фермеров юга России. Кубанскую ярмарку нередко сравнивают с известной сельскохозяйственной выставкой в Берлине «Зеленая неделя». Но основное и главное отличие – это то, что участниками ярмарки в Краснодаре становятся только предприниматели малого бизнеса. Например, такие как Артур Гадун. Мужчина уверяет, его инновационные клетки для кроликов – идеальное жилье для ушастых. Если убрать отсюда перегородочку, убрать отсюда родилочку, то эта клетка превратится в откормочную ячейку. Соответственно, она универсальна. Она используется как маточная, как откормочная. Она очень долговечная. Срок службы этой клетки – 25 лет. И, соответственно, это конкурент деревянному оборудованию, у которого служба всего лишь год. Фермерские и личные подсобные хозяйства лишь на первый взгляд кажутся мелкими. На самом деле за ними скрываются большие объемы производства. На Кубани они дают почти весь картофель, больше половины овощей и трети молока с мясом. Количество сырья теперь необходимо переводить в качественную продукцию, напоминает в разговоре с фермерами губернатор. Речь о создании перерабатывающих кооперативов. Мы сегодня максимально пытаемся заперсновать через господдержку, чтобы вы все-таки чувствовали себя устойчиво. Я сейчас, имея собственный убой, собственную переработку и, соответственно, всю документацию, я имею право поставлять свою продукцию куда угодно. Вы сегодня уже можете, допустим, колиководой объединиться, пусть на стадии производства или врача коликов, а на стадии переработки уже мясо. Вам проще между собой образовать союз или кооператив, и в рамках этого кооператива договориться, в том числе и о качественной переработке, и о качественной продукции. Не упустите это, объединяйтесь. Вы пока чаще считаете каждой свою копейку, что стоят будет, а что не получу. Вот не это главное. Когда вы станете большими, вы заработаете большие деньги только в этом случае. В качестве посетителя кубанской ярмарки Вениамин Кондратьев прошелся по торговым павильонам. Задержался губернатору лотка с мороженым. Аналог итальянского десерта «Джелатто» производит фермер из Ейского района. Делают лакомства только из сливок и свежего коровьего молока. Кстати, с его получением на Кубани не все гладко. Объемы производства, считает глава региона, необходимо увеличивать. Сегодня вопрос с молоком. У нас на Кубани по-разному обстоит. Если говорить честно, то в основном молока не хватает для того, чтобы мы могли говорить о качественном нашем кубанском продукте. Когда мы приходим к фермеру и говорим, что мы мол, завод, и мы у вас будем забирать 100% все молоко, которое вы будете делать, он сразу начинает уже задумываться и уже начинает свое поголовье увеличивать. Молокопереработчики – это уверенность в завтрашнем дне для тех, кто занимается молочным скотоводством. Это локомотив. Абсолютно верно. Вот они должны в вас верить. А вы должны поверить в них. Потому что для тех, кто сегодня заводит крупнорогатый скот, молочный, молочный скотовод составит приоритет. Он боится, что куда он это молоко денет. Вы знаете, вы вроде как день вокруг, а как в ночи все ходите и ищите друг друга. Нам просто надо помочь, чтобы нашли друг друга и молокопереработчики, и тот, кто хочет заниматься молочным скотоводством. Важно, конечно, не только получить продукцию, но и как можно быстрее продать ее. Для небольших хозяйств порой все упирается в сбыт. И здесь фермерам нужно помогать выходить в торговые сети, замечает губернатор. Вы с какими проблемами столкнулись? Мы с вашей помощью их решили, в табрис вошли. Крупные сети, они требуют системной поставки. Вот вы сегодня должны максимально обеспечить эти магазины и федеральные сети, в том числе торговые, системной, качественной продукцией. Чтобы вот эта баночка с питаной каждый день стояла на опленой полке. Чтобы потребитель привык к тому, что ваша продукция в этом магазине все время есть. Каждый день с продавечера. Вот это уже ваша задача. То, что кубанские товары буднично и незаметно вытесняют с прилавков зарубежные продукты, говорят и сами люди, которые пришли скупиться на ярмарку. Представленный в павильонах ассортимент. Наглядный результат импортозамещения. Я ощущаю, что наше лучшее. Особенно овощи, фрукты. И желательно, чтобы этого турецкого у нас не было. Все валом. И мясное, и яблоки. Все валом. Конечно удалось. Достаточно местного всего. Так что импорт я вообще практически не покупаю. Кубанская ярмарка будет работать еще 4 дня. Больше всего людей ожидается на выходные. Однако на выставке можно не только закупиться продуктами, но и пройти обучение аграрному бизнесу. На мастер-классах можно узнать об альтернативном животноводстве или о том, как снизить затраты на производство собственной продукции.